Уважаемый Александр Викторович, меня зовут Михаил Потехин, я директор автошколы Академии водительского мастерства и автошколы профи в городе Красноярске. Вынужден записать данное видеообращение к вам в связи с тем, что мой бизнес, как и бизнес многих моих коллег, терпит крах в условиях ограничительных мер, введенных в нашем государстве. Мы, как и многие другие организации, шляющие образовательную деятельность, еще в самом начале эпидемии перевели наших курсантов на дистанционный режим обучения. Наши классы пусты, наши учебные автомобили стоят на стоянках, курсанты сидят дома, сроки по заключенным договорам истекают и ситуация все более и более усложняется. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы выплатили своим работникам положенную заработную плату и призываем их сидеть дома. Но выплата заработной платы из приятной процедуры превращается в кошмар. Подготовка водителей – это одно из направлений, реформой которого государство занимается на протяжении последних шести лет. В целях реализации государственных законодательных инициатив автошколами вложены огромные средства в совершенствование системы подготовки водителей. Для поддержания в соответствующем состоянии учебно-материальной базы автошколы тратят огромные временные и финансовые ресурсы. Это позволяет нам соответствовать установленным стандартам и показывать достойные результаты по качеству подготовки начинающих водителей. Сейчас мы находимся в крайне сложной ситуации. Без вашей поддержки внимания у нас скорее всего не получится преодолеть этот сложный этап. Потеря любого из сотрудников ни в одной из автошкол не проходит бесследно. Наши инструкторы по вождению – это не просто водители и профессионалы с огромным стажем, это педагоги. Чтобы подготовить из обычного водителя автоинструктора, приходится потратить не один месяц на его поиски и переобучение, а воспитание опытного инструктора в нашей сфере – процесс, реализуемый годами. Сегодня действуют жесткие требования квалификационных справочников и профессиональных стандартов, которые не позволяют нам взять любого водителя и подготовить его к обучению курсантов. Абсолютно та же ситуация с преподавателями. Это очень узкие специалисты, которые ведут очень специфичные занятия. Опытный педагогический состав автошколы – это ее все. Если сейчас мы потеряем свои кадры, процесс восстановления станет для нас крайне тяжелым, а для некоторых невозможным. Вы уже не раз слышали жалобы от представителей бизнеса на невозможность платить аренды, лизинги, кредиты, налоги. Наша ситуация ничем не отличается от проблем других. Помещениям автошкол предъявляются жесткие требования не только по его оснащению, но и по получению необходимой разрешительной документации в органах ГИБДД и Роспотребнадзора. Процесс согласования нового класса может занимать до трех месяцев, поэтому для нас крайне важно сохранить те помещения, которые уже согласованы и в которых мы имеем право законно вести деятельность. Наши курсанты имеют минимальный стаж вождения. Пока их навык не стал устойчивым, нам необходимо постоянно заниматься вождением. Первый перерыв 3-4 недели между занятиями по вождению для них является критическим. Люди вынуждены будут заниматься дополнительно, что потребует от них непредвиденных затрат. Уважаемый Александр Викторович, от лица своих коллег и от себя лично прошу обратить ваше внимание на нашу проблему и рассмотреть вопросы включения АКВЭД 85-42-1, работа автошкол, список АКВЭД-организаций, которые могут вести деятельность. Мы, как и раньше, готовы делать все необходимые действия и принимать необходимые решения для реализации обязанностей организации по дезинфекции помещений и автомобилей, проведение влажной уборки в занимаемых по кабинетах на постоянной основе, не создавать скопление людей более трех человек, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, проводить учебные занятия по вождению персонально с каждым курсантом, как того требует действующее законодательство, а теоретические дисциплины все так же дистанционно. Мы хотим сохранить своих работников на местах, но не потребуется помощь от государства, если вы дадите нам возможность заниматься любимым и очень важным для нас делом, готовить водителей для нашей великой страны. С уважением, директор Академии водительского мастерства и автошколы профи Михаил Потехин.